Новое в законах и налогах. Что изменится с начала 2023 года? Третьи лица не смогут заказывать выписку из ИГРН без согласия собственника. На полгода продлен режим послаблений для застройщиков и дольщиков. Отдачники смогут заочно голосовать на общих собраниях через госуслуги. Рассказываю об этих и других важных законодательных изменениях, которые ждут россиян с 2023 года. Здравствуйте, вы на канале Приоритеты с юристом Евгением Корзакиным. Давайте сразу к теме. Рассмотрим, что нового в налогообложении. Самозанятые смогут сдавать апартаменты в аренду в упрощенном режиме. Граждане, выбравшие налоговый режим самозанятых в 2023 году смогут в упрощенном порядке без регистрации ИП сдавать принадлежащие им апартаменты в наем. По данным единого ресурса засрочек уже сейчас в России будет введено почти 1,3 миллиона квадратных метров апартаментов. Объемы растут. Таким образом, региональные бюджеты получат подспорья в виде уплаченных налогов, а арендодателям будет легче платить налоги. С января 2023 года установлен специальный размер госпошлины за регистрацию изменений договоров аренды. Итак, с 1 января налоговый кодекс устанавливает специальный размер за государственную регистрацию в соглашении об изменении или расторжении договоров аренды, сведения о которых есть в ЕГРН. Теперь юрлицы будут платить за это 1000 рублей, а физлицы 350 рублей. До вступления изменений в силу пошлина уплачивалась в размере за регистрацию самого договора это 22 тысячи рублей для юрлиц и 2000 рублей для физлиц. Новые размеры госпошлины определены федеральным законом 493. Еще одно очень значимое изменение для владельцев недвижимости. Регионы получат право сокращать безналоговый срок владения имуществом. Рассказываю подробнее. Региональные власти смогут корректировать в меньшую сторону срок владения имуществом, по истечении которого собственник освобождается от уплаты налога при продаже. Это касается подаренной, приватизированной или унаследования недвижимости. Сейчас, например, для жилья, подаренного близкими родственниками, такой срок составляет 3 года. Нововведение призвано простимулировать рынок вторичной недвижимости, но не все регионы будут заинтересованы в таком механизме. В результате может заметно снизиться объем поступлений от НДФЛ. Такой механизм описан в письме ФНС. С 2023 года юридические лица будут уплачивать налог в зависимости от кадастровой стоимости недвижимости. Теперь для организации налог на недвижимость будет исчисляться от кадастровой стоимости объекта. Физлицы уже уплачивают налог таким образом еще с 2015 года. Когда на такой механизм перевели, например, владельцев жилых помещений и гаражей, теперь настала очередь юридических лиц. Вероятно, суды начнут массово получать иски об оспоровании кадастровой стоимости. При пессимистичном сценарии нововведение заденет компании, которые работают над проектированием и возведением объектов. При этом повышается риск снижения инвестиционной активности. Это способно привести к приостановке либо отказу от ряда проектов. Если фискальная нагрузка окажется непосильной, будут банкротства и слияния и поглощения. В итоге за все придется платить потребителю, поскольку рост налоговых издержек бизнес будет покрывать за счет граждан. Есть тут своего рода антикризисная поправка. Налоговую базу определяют по состоянию на 1 января 2022 года, кроме случаев, когда стоимость объектов выросла из-за изменений характеристик. Такие изменения законодательства прописаны в федеральном законе 67. Вводится обязательный единый налоговый платеж для организаций и индивидуальных предпринимателей. С 2023 года ЕНП для организации ЕИП становится обязательным. Он позволяет оплачивать несколько налогов и износов одним платежным поручением. Основная его задача избежать ситуации, когда у компании одновременно есть долг по одному налогу и переплата по другому. Изменения в налоговый кодекс вносятся в соответствии с ФЗ 379. Дальше поговорим о новом в законодательстве. Итак, сведения о собственниках выписки ЕГРН перестанут быть общедоступными. С 1 марта 2023 года Росреестр не будет раскрывать сведения о собственниках выписки ЕГРН, если ее заказывают третьи лица. Теперь эта информация будет доступна только с согласия собственников объектов. В новом правиле будут исключения. Например, ФИО собственника и дату его рождения предоставят его супруге или супругу, нотариусам, кадастровым инженерам, собственникам недвижимости, залогодержателям, арендаторам в отношении арендодателя и наоборот, наследникам объекта недвижимости. В некоторых случаях такую информацию предоставят собственникам земельных участков, на которых стоит чужая собственность и наоборот. По мнению риелторов, это сделает работу рынка менее прозрачной. Проверить объект недвижимости станет сложнее, а это актуально для объектов на вторичном рынке. А если нельзя будет узнать информацию о потенциальных соседях, используя адрес их квартир, и чтобы раскрыть персональные данные третьим лицам, собственник должен подать в Росреестр заявление с соответствующим разрешением. Эти изменения установлены федеральным законом номер 266. С 1 января 2023 года собственники жилых помещений смогут получать информацию о зарегистрированных в них третьих лицах. Без согласия последних. В перечне таких данных, как ФИО, дата рождения, место рождения, дата регистрации по месту жительства и места пребывания. В отношении иностранцев можно будет узнать информацию о гражданстве, дате и сроках регистрации по месту жительства и постановке на учет по месту пребывания. Раньше всю эту информацию можно было получить только через МВД и только с согласия лица, в отношении которого запрашивают сведения. Новый порядок прописан в федеральном законе номер 304. Появится новый вид выписки из ИГРН. С 1 января 2023 года вводится новый вид выписки из ИГРН. В нем будут перечислены установленные в пользу отдельного лица ограничения или обременения недвижимости. С помощью новой выписки можно будет выяснить, нет ли у человека ограничений прав на объект недвижимости. Например, ипотека, аренда, рента или серветут. Раньше узнать эти сведения можно было только применительно к конкретному объекту недвижимости. Изменения установлены приказом Росреестра. До 30 июня 2023 года продлен режим поддержки застройщиков и дольщиков. Правительство продлило на полгода послабления и для застройщиков, которые могут без штрафных санкций переносить сроки сдачи, и для дольщиков, которым разрешено опаздывать с выплатами. Напомню подробности льготного режима. Первое. По соглашению сторон сроки передачи объекта можно изменить, причем вносить изменения в проектную декларацию застройщику не придется. Второе. Дольщик вправе отказаться подписывать передаточный акт, только если обнаружатся существенные недостатки. Если же проблема несущественная, акт придется подписать, указав в нем о проблеме. А застройщик обязан бесплатно все исправить. Это рискованно тем, что застройщики будут устранять нарушения долга, неохотно и некачественно. Ведь благодаря послаблениям над ними не висит угроза наказания. Третье. Дольщик не сможет потребовать от застройщика возмещения своих убытков, если они были понесены в период с 29 марта 2022 года по 30 июня 2023 года. К примеру, если он был вынужден арендовать жилье, так как застройщик вовремя не ввел в эксплуатацию новостройку. Четвертое. Не начисляются проценты, подлежащие уплате участнику ДДУ в случае расторжения договора в соответствии с пунктами 2 и 6 статьи 9 Федерального закона 214. Эти пункты причислены именно в этой статье. И пятое. Есть послабление и для дольщика. Если он опаздывает с внесением платежа, неустойка не начисляется. Продление таких правил предусмотрено постановлением правительства номер 1732. Уточним порядок подачи ряда заявлений в Росреестр. С 1 января 2023 года ряд заявлений можно будет подавать через личный кабинет на сайте Росреестра без усиленной квалифицированной электронной подписи. Такая подпись не понадобится для следующих видов заявлений. Сейчас я их перечислю. О кадастровом учете в связи с изменением основных сведений о недвижимости. О кадастровом учете и госрегистрации права на построенный или реконструированный объект ВЖС и садовой дом. О внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенном объекте. О запрете проводить госрегистрацию без личного участия собственника или его законопредставителя. О внесении в ЕГРН сведений об адресе электронной почты или почтовом адресе, по которому можно связаться с правообладателем. Такие изменения зафиксированы в федеральном законе номер 120. Кроме того, запрашивая выписку, можно отказаться от включения в нее графической части, плана чертежа схемы. Это прописано в приказе Росреестра. Ну и дачники получат еще один способ голосовать на общих собраниях. С 1 января 2023 года заочно голосование на общих собраниях членов СНТ можно проводить через госуслуги. Это установлено федеральным законом номер 312. С 1 марта 2023 года аукционы по продаже и аренде публичных участков будут проводиться только в электронной форме. То же касается и аукционов на право заключения договоров аренды на таких участков. Учитывая, что интернет есть не во всех уголках страны, местные власти могут сделать исключение для таких территорий до 1 января 2026 года. Правило касается земельных участков, предназначенных для ИЖС, ЛПХ, садоводства или КФХ. Изменения регулируются в ФЗ 385. Цена аренды или купли-продажи объектов в государственной или муниципальной собственности будет определяться по новой методике. С 2023 года изменится порядок установления цены на объект недвижимости, который передается в собственность или в пользование из государственной собственности. Речь идет, например, о договорах аренды или купли-продажи объектов в государственной или муниципальной собственности, когда цена рассчитывается исходя из кадастровой стоимости. Теперь эту цену будут определять на дату подачи заявления. Если она повысится за время оформления сделки, то применяться будет та кадастровая стоимость, которая действовала в день подачи заявления. Если эта цена станет ниже, учтут уменьшенную стоимость. Соответствующие изменения установлены ФЗ номер 513. Поговорим коротко и о других изменениях. Программу дальневосточной ипотеки продлили до конца 2030 года. Нормативную стоимость жилья повысит на 6%. В первом полугодии 2023 года норматив составит 88 тысяч рублей за квадрат. Ростехнадзор выступил с инициативой ввести контроль за безопасностью лифтов с марта 2023 года. Закон и проект об этом рассматривает Госдума. Сейчас государственный контроль за подъемниками отсутствует. Он был отменен в июле 2021 года. От НДФЛ освободят задолженность заемщиков по ипотеке, пропущенную банками. Закон и проект принят в третьем чтении Госдумы. Также с 1 января 2023 года физлица или КФХ смогут без торгов арендовать земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной или муниципальной собственности на срок до 5 лет. По условиям программы нельзя менять целевое назначение земельного участка и передавать его третьим лицам, в том числе в супаренду. И еще с 18 мая 2023 года банки смогут получать информацию о смерти клиентов напрямую из ЗАГС. Это будет препятствовать незаконным схемам со счетами умерших. Вот, пожалуй, и все изменения о недвижимости. Если было полезно, жмем лайк, подписывайтесь на канал юриста, пересылайте это видео знакомым, берегите себя и свою недвижимость. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!